Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой Привет, друзья! Снова с вами в эфире HR-блог Анны Несмеевой. И сегодня мы с вами говорим про амбассадоров бренда. Когда я начала готовить этот выпуск, мне казалось, что мы уже много, много раз говорили об этом. Но нет. Проверка архивов показала, что такого выпуска у нас еще не было. Давайте же разберемся в этом вопросе. Амбассадоры бренда – это люди, которые платно или бесплатно, но достаточно энергично и с игоньком двигают бренд в массы. Именно так мы воспринимаем амбассадоров, когда смотрим на продуктовые бренды, на то, как компании уже много лет, особенно компании в области масс-медиа, двигают свои бренды и свои продукты в широкие, так сказать, читательские массы. Мы видим с вами амбассадоров бренда, когда говорим о спортивных товарах. Мы видим с вами амбассадоров бренда, когда говорим о премиях и выставках, о олимпиадах, о днях городов, о тех или иных благотворительных и каких-то социально значимых проектах. Итак, идея эта достаточно распространена. Давайте же посмотрим внутрь, что это такое. По сути, амбассадор бренда, ну, в прямом переводе с французского, это посол бренда. Как правило, это достаточно значимая, социально значимая, медийно привлекательная, узнаваемая персона, которую мы ассоциируем с тем или иным брендом, которая разделяет ценности того или иного бренда, рассказывает о нем и продвигает его в массы. Ну что же, здесь работает то самое правило, что снаружи, то и внутри. И правила и законы коммуникации, которые отлично работают в социал-медиа-маркетинге, прекрасно работают во внутрикоме. Как недавно сказала Людмила Терехова, друзья, больше нет никаких внутренних коммуникаций, все коммуникации стали интегрированы. А значит, и нам надо осваивать эту опцию. Неправильно будет думать, что амбассадор бренда – это просто человек, который с радостью, потому что любит вас, потому что ему нравится ваша компания, рассказывает о ней, делится фоточками в соцсетях и всячески лайкает ваши посты. Нет. Амбассадор бренда – это занятие, которое требует определенных навыков, профессиональной подготовки, планирования этой деятельности, этой работы и, как правило, соответствующей оплаты. Но, боже, какая же оплата? Ведь мы говорим, что амбассадорство – это только по любви. Ну, вот тут, мне кажется, надо разобраться. Ведь если мы с вами не платим человеку, в прямом смысле – деньгами, или в переносном смысле – славой, известностью, дополнительными возможностями, обучением, развитием, продвижением или какими-то еще иными ништяками, то мы не вправе ничего от этого человека требовать. А амбассадор бренда – это, во-первых, человек, который публично демонстрирует ценности бренда, который не нарушает его ценности и ведет себя всегда так, чтобы за него было не стыдно. И, во-вторых, человек, который работает, друзья мои, по определенному плану. То есть не просто у меня есть сегодня настроение рассказать об этом, я рассказал и повесил фоточку или сториз, а имеет план коммуникаций, которому следует. И в этом плане коммуникаций прописано, как и в каких случаях употребляется название бренда, логотип бренда, какая у него айдентика, вплоть до шрифтов, цветов и вот всех прочих таких маркетинговых ништяков, какие коннотации с брендом уместны, в каких ситуациях мы о нем пишем, какие фотографии мы ставим. Все это прописывается в брендбуке, в брендбуке корпоративном, либо в брендбуке того или иного проекта, о котором идет речь во время кампании продвижения. И, как вы понимаете, этому надо учиться. Этот план надо готовить, и ему надо следовать. То есть это работа. На границе вот этих вот двух противоположностей, двух таких сложных явлений, любовь, действительно готовность говорить о том, что ты разделяешь и что ты ценишь, и проявление профессионального подхода, и лежит успешный бренд амбассадора. Ну, то есть, я надеюсь, в вашем случае не лежит, а буквально сидит, стоит, а еще лучше бежит. Что же нам с вами делать? Если вы решили вступить на этот узкий и извилистый путь, я думаю, вам нужно посмотреть в сторону школы амбассадоров, в сторону проекта, который будет, с одной стороны, объединять людей, которые действительно хотят быть амбассадорами вашего бренда, хотят нести его ценности, делиться ими с людьми и развитием их профессиональных навыков, подготовкой их к этой работе. Ну и, конечно же, не забывать о том, что их нужно обучать и их нужно мотивировать, материально или нематериально. Ну и затем вы должны помнить, что все-таки такие вещи, очень связанные с эмоциями, очень связанные с моральной включенностью, приводят к тому, что люди через какое-то время выгорают. И если медийная активность амбассадорства не является основной профессиональной задачей вашего сотрудника, то через какое-то время его активность медийная естественным путем пойдет на спад, если она не будет получать подпитки. Поэтому, да, в вашей школе амбассадоров должны быть новые и новые призывы, новые и новые наборы. Я рекомендую примерно раз в полгода, раз в квартал привлекать новую группу амбассадоров, снова обучать их и снова запускать их в продвижение того или иного проекта. Таким образом, вы обеспечите и ротацию кадров, и новые голоса, и получится так, что отдельные люди не будут выгорать. Ну, а если вы хотите узнать побольше о том, как работает школа амбассадоров, о том, как мотивировать амбассадоров, о том, что делают амбассадоры, принося пользу своей компании, или что они не делают, и что компания делает для них, приходите, конечно, на наш курс. Он стартует буквально уже через неделю. Бренд работодателя создаем и развиваем. Мы будем очень рады вас видеть. Ну, а на этом мой еженедельный выпуск завершен. Мы с вами услышимся через неделю, а я призываю вас лайкать, ставить нам сердечки, поднимать большие пальцы и обязательно шерить этот подкаст в социальных сетях. И этим вы очень нам поможете, потому что тогда о нашем подкасте и о наших замечательных идеях узнает как можно больше людей. Это была я, Анна Несмеева. До встречи! Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Эппл.Подкаст или Саундклауд Словом, там, где вам удобно Обещаем, вы не пропустите самого главного А где вам удобно? А где вам удобно? Где вам удобно?